В роддоме Пельгулинна вас ждут с начального срока беременности до родов, а также после рождения ребенка. В течение всей беременности вас консультируют акушерки и врачи, работающие в нашем центре беременности. Здесь осуществляются исследования и анализы, а также следят за здоровьем матери и ребенка. Есть возможность проконсультироваться с социальным работником, психологом или консультантом по кризисам беременности. В центре беременности есть все необходимое для того, чтобы беременность протекала без тревог и безопасно. Для подготовления к родам и становлению родителями акушерка советует семье лекции-теннинги с различным содержанием. На лекциях в центре беременности семья, ожидающая пополнения, получает от опытных акушерок необходимую информацию о беременности, родах, а также по уходу за ребенком и кормлении. Например, на уроках обучают техники дыхания во время схваток, учат возможным способом, как носить ребенка, также обучают позам при грудном вскармливании. В семейном центре подготовиться к родам можно при помощи проводимых тренингов, которые помогают стать мягче, улучшить гибкость, понять технику своего дыхания, изучить позы в родах и движение тела. Занятия с мячом и упражнения йоги помогают предотвратить боли в спине и чувство напряжения в области таза. Также в последние месяцы беременности участие на уроках дает очень хороший результат в технике расслабления и дыхания, что предполагает быстрое восстановление после родов. Водная физкультура полезна для развития всех мышц, улучшает подвижность суставов, дыхание и сердечный ритм. Вода массирует тело. Подводный массаж является хорошим средством для расслабления и снятия стресса, улучшает кровообращение, уменьшает мышечное напряжение, ослабляет боль в спине, улучшается сон и проблемы с пищеварением. Двери роддома Пелькулинна открыты круглосуточно, чтобы вас поддержать и быть готовыми к вашему важному событию. Позвонить в приемный покой и получить необходимую информацию можете в любое время. Приходя на роды, необходимо иметь с собой документ удостоверяющий личность и карточку беременности. Возьмите с собой гигиенические принадлежности, зубную щетку, пасту, тапочки и удобную одежду, которую при желании можете надеть, находясь в роддоме. Перед принятием в родильное отделение акушерка задаст некоторые уточняющие вопросы о ходе родовой деятельности. Помощник в родах при желании может подождать вас в прихожей приемного покоя или находиться рядом с роженицей. В родильном отделении есть информационный стенд, на котором фиксируется количество рожденных детей. Мальчики синий, девочки красные. Вот мы дошли до очень важной комнаты – родильная палата. Именно здесь впервые увидит свет ваш малыш. Для начала позволим вам удобно расположиться и при необходимости переодеться в одежду родильного отделения. При выборе своей одежды, в которой будете рожать, учитывайте то, что в ней должно быть удобно находиться в разных позах. При помощи электротокограммы мы можем узнать, как чувствует себя малыш и определить интенсивность и частоту схваток. После этого акушерка проверяет раскрытие шейки матки и убеждается, что все идет по плану. Рождение ребенка – это процесс естественный и прекрасный. Важно оставаться спокойной и терпеливой, делая тем самым роды более удобными для себя и ребенка. Во время родов, в зависимости от интенсивности схваток, женщинам удобно находиться в разных позах. На мяче вы можете сидеть или опереться на мяч, сидя на коленках. Особенно приятно, когда в то же время помощник в родах гладит вам спину. Находясь в положении на корточках, женский таз шире и просторней, мышцы таза расслаблены и ребенку легче опускаться вниз. Для того, чтобы стоять или передвигаться по родильной палате, можно использовать специальную поддерживающую раму. На гороховом мешке вы можете выбрать для себя удобное положение для отдыха. Вода используется как средство для облегчения схваток, так и для рождения ребенка. В теплой воде тело освобождается от напряжения, вода успокаивает и смягчает все напряжение. На табурете можно сидеть во время схваток, а также при желании рожать, так как сила тяжести помогает легче ребенку спускаться вниз. Находясь в постели в положении и лежа, возможно избежать пост на спине. Для большего удобства лежа на боку, между ног можно положить специальную подушку. Кровать можно настроить так, чтобы находиться в ней в полусидячем положении, что позволяет находиться сидя и на четвереньках. Материнство – это прекрасно. Глубочайшее удовлетворение при появлении ребенка на свет отражается на лице матери. Этот момент разделяет с вами ваш близкий, акушерка, женский и детский врач. В родильной комнате ребенка взвесят, измерят и помогут при первом кормлении. Сделают первые вакцины. Прямой контакт с матерью стимулирует адаптацию ребенка к новой среде. Для детей, рожденных при помощи кесарево сечения, появление на свет неожиданно. Адаптацию облегчает прикладывание груди сразу в операционной комнате при возможности или прикладывание к теплому телу отца до того, как восстановится мать. После рождения семья выбирает подходящую для них палату. Рассмотрим предлагающие варианты палат. В семейной палате находится большая и удобная, вмещающая как маму-папу, так и ребенка кровать. В палате также есть душ и туалет. В просторной палате смогут вас посетить ваши друзья и знакомые. Палата «Мама-ребенок» – достаточно уютное и приватное местечко для нахождения вместе. Время препровождения вдвоем – одно из самых ценных моментов для познания друг друга. Это наша общая палата, которая предназначена для двух мам с их новорожденными. И у этой комнаты есть свои преимущества, так как здесь могут молодые мамы обменяться опытом, и все необходимое в комнате тоже имеется. Во все палаты три раза в день приносится еда и также возможно посещение гостей. В палатах есть звонок и телефон, по которому можете позвонить для того, чтобы позвать на помощь или спросить совет. В палаты с визитом заходят акушерки, детские сестры, детский врач и по необходимости гинеколог и консультант по грудному вскармливанию. Мы заботимся о вас в полной мере. Обычно время нахождения в роддоме зависит от самочувствия мамы и ребенка – примерно от 6 часов до трех дней. Обычно все идет по плану, но если ваш ребенок нуждается в дополнительном присмотре и кратковременном лечении, в роддоме есть неонатальное отделение. Верим, что вам будет хорошо рожать у нас и все пройдет прекрасно. Отправляясь домой, вы получите свидетельство о рождении ребенка, карточку по беременности и паспорт о вакцинации ребенка. Информация о рождении ребенка отправляется семейному врачу. После рождения ребенка в центре беременности семью ждут консультант по грудному вскармливанию и акушерка. При необходимости всегда можно обратиться в приемный покой. В семейном центре вас ждут расслабиться, избавиться от рутины, встретиться с другими родителями, поделиться опытом, получить новые идеи и навыки по уходу за ребенком. На уроках музыки объединяются ласки и покачивания. Учат нянчить детей и все это с песнями и стихами. Знакомят с инструментами, звуками, танцуют и играют. Все это поможет взять с собой домой хорошее настроение и музыкальные идеи. Вода успокаивает ребенка, дает позитивные эмоции, закаляет, расслабляет, тренирует и развивает. В бассейне семейного центра каждый ребенок учится плавать при помощи специалиста. Температура воды подбирается индивидуально. При поглаживании детский нежный массаж расслабляет напряженные мышцы, помогает снять боли при газах, успокоить ребенка и обеспечить хороший сон. Родители вместе с массажисткой могут научиться и продолжить массаж дома самостоятельно. Мы рады приветствовать вас в роддоме Пельгулинна, чтобы подготовить к родам и рождению. У нас вам будет комфортно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова